друзья это я кузнецов дмитрий я сегодня вам презентую еще одно видео с коллекторами физиономия как мы привыкли за неделю не обсерешь и конечно же интеллект прямо из-под шапки лезет из-под воротника ну я подготовил небольшие скажем так выдержки для комментариев совсем чуть-чуть вашего времени я его краду перед тем как вы начнете смотреть единственно скажу формате призыва если у вас есть видео с коллекторами присылайте пожалуйста мы их будем публиковать в первую очередь дело в том что у нас очень много аудио разговоров по телефону вы присылаете спасибо вам друзья очень приятно слушать понимать что люди просыпаются но видео это другое видео это совсем хорошо и для канала и для всех тех и для тех же коллекторов чтобы они после тех комментариев которые это перед этим видео наконец-то может быть каким-то образом раз трясли свою башку от этого и там остатки мозга немножко чтобы не зашевелились стал кача что называется и вот из интересных моментов этого ролика на вам весь интересно спасибо автору когда женщина говорит уведомьте меня официально по закону на основании 230 федерального закона и мы к вам приедем и заключим договоры и с нашим юристом будете дальше общаться он прям откровенно улыбаюсь не понимает какие договоры то есть ты чудо гороховое думаю что раз ты вот так вот пришел соизволил прийти то и ничего не нужно больше чтобы тут чуть ли не я не знаю даже от кого пришел я просто но оставлю возможность вам посмеяться и в комментариях вот эти все моменты прописать для коллекторов объясню основание 230 федерального закона статьи 9 1 изначальный кредитор самый первый обязан течение 30 дней уведомить человека указав все реквизиты названия и юридический адрес той организации которая теперь имеет право взаимодействовать с должником забегая вперед скажу что никогда за всю мою практику и ничего подобного не встречал такого не было что первый кредитор уведомлял полностью должника о наличии третьего лица это говорит лишь только о том что банки и вообще любые микрофинансовые организации просто бессовестно сливают информацию в так называемый биржи должников сайты в интернете откуда коллекторы берут черпают информацию и работают прощупывать должника а потом принимая решение работать с ним дальше или нет поэтому я еще раз повторю как много раз говорю если к вам только-только начали заходить коллекторы очень важно как вы себя поведете и это будет говорить о том что либо вас будут дальше долбить коллекторы либо отстанут от вас но отстанут одни прицепятся другие и так далее что информация постоянно находится на сайте на биржах на этих должников но в таких реальностях мы живем так вот обращаясь к коллекторам какие такие договоры мы можем составить при наличии законного уведомления должника мы признаем как правозащитники что действительно вы действуете в правовом поле господа взыскать или второстепенные я вас так назову готовы с вами сотрудничать может быть вот не знать что мы готовы вам платить мы готовы вас поставить на место а пока у вас нет ни одного доказательства которое позволяло бы вам претендовать вообще на возможность беседовать то мы даже пальцем не собираемся шевелить чтобы с вами какие-то там вообще отношения начинать вы для нас никто в юридическом формате вы пустое место поэтому ходить к вам как вы просите там прийти в офис да я лучше пойду мне пиво попью в баре я не очень люблю это дело пить я имею ввиду но так или иначе это фигурально выражать чем ходить к вам потому что у вас нет никаких доказательств того что вообще не есть необходимость вашу сторону хотя бы поворачиваться всем же успехом сапожник как я люблю этот пример приводить сапожной мастерской можешь мне заявить что теперь я ему должен приходи ко мне вот мой ларечек этот сапожный я тебе буду говорить об этом еще вас никогда нет и не будет договора в цессии в том виде в котором он должен существовать конкретно четко на одного должника это и есть настоящий договора не то что вы показываете нам даже он может быть и заглавлен договор цельсии но поверьте а заглавить любой документ можно как угодно на самом деле определять статус этого документа нужно по наполнению этого документа и в нашем с вами случае это никакой не договор цельсия просто список должников которые теперь могут вроде как по вашим каким-то там внутренним соглашением с банком подвергаться воздействию с вашей стороны вот и все это никакой не договор цельсии кому интересно погуглите вот этот пкб да вот они вот единственный из тех вот остались которые к ним видимо совсем безголовых набирают потому что действительно пока бы ходит по адреса вы посмотрите кто ходит я еще хочу вот какой момент заметить пометочку для себя поставил что действительно если вы законно действуете то вам по большому счету если анализировать ситуацию с точки зрения юридического подхода было действительно проще и целесообразный действовать по закону до получить от кредитора известие о том что он действительно вас умеет не вас точнее должника уведомил с летом составить какой-то за бумагу письмо отправить должнику что теперь вот да мы ну в этом случае пока б будем с вами взаимодействовать потому что вот смотрите у нас есть доказательства того что вас кредитор уведомил ну допустим уведомление о вручении письма скопе этого письма далее четко конкретно указано про пкб в этом случае дальше договор цессии копия конкретно на вас давайте общаться друзья не поверите у них даже в этом случае будет возможность идти в суд суд у них и всегда есть возможность любого гражданина в любого субъекта юридического права есть возможность пойти в суд какими-то фейковыми обвинениями либо с действительно объективными и судья разбирается по существу заявленных требований что это означает когда говорят коллектор подал в суд и выиграл потому что молчит человек и ничего не говорит у нас принцип права носит заявительный характер и даже коллектор не имеющий никаких доказательств может суде выиграть подсунув какие-то фейковые документы судья не обязан разбираться без заявления стороны ответчика подлинности этих документов а если есть ответчик который реально пытается за себя бороться он скажет я не верю этим документом я сейчас образно говорю и запросить какие-то действительно подтверждение тех либо иных событий все коллектор уходит в освоясь поэтому когда вы пишете что на моего друга на меня там кто-то из коллекторов подал суд и выиграл ну вот вам объяснение всего скорее всего ваш друг коллега либо вы действительно ничего не делали что на моей памяти на наших клиентов коллектор уж точно в суд не подают если бы и подали то это быстро бы во первых мы бы всем коллективом посмеялись конечно ну и потом бы как этому письмо казаков турецкому хаму вот в таком же формате вы составили ответ на из опять же в своих традициях припереться к людям без документов вообще каких-либо вот я такой приехал хрен с бугра пкб и все такое ваша большущая ошибка что вы считаете достойным это место работы как бы там ситуация не выглядела в стране вашем конкретном городе я никогда не соглашусь с тем что нет другой работы никогда если у вас мозгов нет то вы конечно должны работать танки вам положено где работают безмозглые и руководство вот во всех этих структурах есть умные люди это руководство в каком смысле умные ну вот по умнее конечно чем вот этот вот сброд который ходит по адресам либо звонит по телефону дальше додумывайте сами завершение практически по срок исковой давности мне очень понравилось существует четкая позиция законе что течение срока исковой давности прерывается в случае признания должной стороной обязанной стороной своего долга подпись какая-то долговые документов взнос какой-то допустим четкого ежемесячного платежа равного который прописан в графике там много моментов но везде стоит слово уведомление то есть уведомили должника его долги он подписал все в течение срока исковой давности прекращается и начинается вновь три года а этот говорит я вас уведомил слышите но такой степени воздух в голове вместо того того что там должно быть ну даже вот этого простого момента не понимает этот но говорю посмотрите на его глаза посмотрите моему физиономии вам все станет ясно и завершение совсем уже в конце от их нелепость вот этого душевная простота вы можете к нам прийти в офис как я уже сказал и во всем убедиться да в чем убеждаться если вы действительно правы если вы себя позиционируете как организация действующая строго правовом поле до соблюдающая законы этой страны вы придите отправьте своего сотрудника хотя бы с копиями тех документов которые вы ему потом которые вы потом сможете показать должнику в офисе что за копии ну как минимум настоящий правильный договор цель копия должна быть уведомление о вручении письма от кредитора то есть вы убедились что кредитор уведомил вашего нового оппонента должника своего о том что теперь вы будете с ним взаимодействовать ну и конечно же желательно документ который подтверждает факт того что вы в свою очередь отписались клиенту ну может он его не получил по каким-то объективным причинам о том что вы теперь с ним взаимодействуете нет приперся вот этот хрыч умеет и говорит я тут пришел весь радуйтесь мы радуемся мы смотрим друзья я прошу от вас комментариев конечно поэтому поводу и еще раз повторю присылайте видео не стесняйтесь если вы слышим ваши фамилии имена адреса какие-то персональные данные мы обязательно это все запеки запикиваем и конечно же конечно же не запикиваем имена и фамилии коллекторов такова их судьба что поделаешь помехались нет не в курсе не документов нет ничего нет у нас нет я вам приходить не буду вы отправить и по почте договор цессии мне может потому что так адвокаты говорят то что это законно давайте сделаем так вот давайте сделаем так не кричите не давайте не будем повышать голос давайте вот так давайте решим так я просто пытаюсь вам сказать я хочу чтобы вы прислали по почте с печатями с уведомлением и я прям вот приду со своим адвокатом к вам мы все составим договоры все это вы мне вот по почте а потому что вы же там предлагаете какие-то условия у вас там есть правильно с банком вообще нет давайте по потому что банк вообще ко мне никаких претензий не имеет потому что до коковы наши ну так а ваши то где документы по почте оправлены а потому что 206 закон о чем говорит о чем он говорит что я имею право у вас запросить чтобы вы предъявили документы по почте нет но сеть подождите мне носить не надо мне нужно вот это печать нужно по почте чтобы мы были сейчас я вас увещаю вы знаете такую фирму адвокатскую очень известную в петербурге алиан не знаете зайдите в интернет вот вам там все дмитрий кузнецов расскажет кто ходит что просит и что кто должен посылать и отправлять поэтому будьте добры по почте не надо меня фотографировать я вас снимаю потому что у вас ко мне претензии и не пока бы ничего не должно никому не просто вот это вот вы же вот это вот все вот создаете выдал вам проще по почте с печатью отправьте мне нет не буду я вас слушай мне это неинтересно не надо до свидания до свидания все хорошего по почте под печатью больше не приходите буду вызывать полицию по почте до свидания все доброго вы умеете вы машине где вас эти документы документы мне покажите давайте покажите мне ваше удостоверение давайте ходите позорить эту траты бабушку 80-летнюю тревожит нет это не ваш документ вот это где ваше ваше удостоверение удостоверение вот у меня есть паспорт а у вас есть удостоверение паспорт покажите что Вы являетесь... Причем здесь пастор? Не, ну подожди, пусть документы вы предъявите, вы кто? Да мне это ни о чем не говорит, так и ваше удостоверение. Вот видите, как раз думаете. Да. У вас должно быть удостоверение, которое есть. Давайте. Вот, с этим удостоверением... А пусть покажет. Ну а что толку, что он покажет его? Оно для меня не... А для меня играет. А вы что любите, после театра хотите в вашей стиле, что вы сделали? Потому что вы долг вы не заплатили, но не заплатили. Так а срок годности, срок давности-то сколько уже раз? Пять прошел? И что? А где мои подписи? Где документы? И что? И что? Я вас даже не знаю. Вы пришли ко мне попрошу. Может, вам чайник отдать? Вам что надо? Телевизор, чайник, унитаз? Чего вы пришли мне? Вам самому смешно. Я сегодня на ютуб выложу, как интересно. Меня прям ждала. Да, все. Мы находимся в городе Малитогорск. А меня это не интересует. Я вам пришлю по почте. Вышлю. Да, да, да. Я просто вам объясняю. Вы можете быть самостоятельно. На мазоке на мазиже. Нет, мы не придем. Вы малили? Да. Моральные. А, малили? Жадные. Город Малитогорск. Вене на 130. Кофе 620. Мы там находимся. Мы можем с этим все документы. По почте можно. Да, вот по почте. Не по электронной. По почте России. Вы не знали, что вы придете с каким-то адвокатом, который находит в Санкт-Петербурге. Так понимаю. Схем адвокатом. Вы сначала мне договор сессии вышлите. Я с твой адвокатом, который находит в Санкт-Петербурге. Вот вы мне сейчас вышлите. Не надо вот эту вот ерунду. Вот эту вот. Вы сами сами. Не надо. Молодой человек. Молодой человек. Говорить. По почте документы. До свидания. Спасибо. Вы снимаете хорошо. Ждем. Ждем. Ждем.